Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Отец военнослужащий был, танкист И погиб в финской войне В Бобруйской области я жил В деревне в этой Дубовке во время войны Там Дубовке, потом там еще какая-то деревня Бабичи была Туда там тоже мы какое-то время переезжали А потом в Бобруйск вернулся и в детдоме я пробовал Официально зарегистрирована организация, нет? Нет, в том-то и дело У нас же была зарегистрирована и регистрацию отобрали Отобрали? Проходи Привет, Аня! Это наш Семен Сыск Рады вас бачить у нас на весне Дубовка, в Бобруйске Это ваш тоже дом Хотя в доме Советский Союз Я выгляжу довольно-таки непрозентабельно Да вы что? Ну, у меня вес уже 94 килограмма Присаживайтесь Счастливая страна, внушившая себя Что лишь она одна, права в своей борьбе Страна, что хвалит свой высокий светлый путь Но в прошлое свое Боится заглянуть Я помню 30 суток просидел в штрафном изоляторе С пониженным питанием Когда питание через день там Хлеб, вода, соль Ну, потом А через день там пониженные Не знаю, насколько я похудел там Но у меня Пошатывало Я вышел Меня шатало Координация была нарушена Даже потом врач вынужден был признать Что у меня белковое голодание Ну, вот считай, я удивляюсь Какой-то артист Как говорится 71 год умер вот недавно На каждый день кто-то Скажите, вы будете кофе или чай? Это ж надо какую-то кофемолку Что-то там Возиться с ней, не знаю Теперь же все для ленивых людей Кофе продают Вот если для ленивых Это мне подошло Госпожа, моя жизнь Разрешите в любви вам признаться Я люблю вас Дай бог, чтобы любил вас Да кто-то другой Даже встал После детдома отправили в ремесленное И оттуда меня отправили в Сибирь Вот вся моя биография Скажем, вот такого раннего периода Никто меня в согласии не спрашивал никакого Я государственный человек был Учился, а газ надо работать На поезд езжай 16,5 метра заключения 3 сумасшедших дома 7 лагерей 7 разных лагерей Около 20 пересылок Пересыльных тюрьм Ни одного шрама Ни одной наколки Это ж достижение И не поступал за принципами Как говорится Скорчится душа на огне По вреду больной к палачу Долгая судьба не по мне Жизнь свою я укорочу Ну, о крупатах я впервые узнал из публикаций Потому что, когда вот это вот Белорусский народный фронт Стал организовывать в Минске свои акции И вот этот первый поход на Куропаты По-моему, тогда был разогнан жестко Он из печати узнал И когда я приехал в Беларусь Меня сюда привели Пришел я Была очень большая группа Не помню вот имя поэта Очень хорошие стихи Такие читал он Очень хорошие Потом художника Марочкин был Другие писатели были Гурналисты Очень много народу И тогда Я не могу Вспомнить место, где Громадный крест Поставили, вырыли Устанавливали мы Все вместе Вот такая вот была Публичная такая акция Как бы залог того Чтобы подобное не повторилось Но, к сожалению Мы идем Возвращаемся К не лучшим временам К сожалению Вроде как И не в народе живу Не в родной Видать Слоняюсь Стране Только слышу Я одно Наяву А другое Слышу Как бы Во сне Собственно Моя Так сказать Такая активная Диссидентская деятельность Она началась в Тиеве Я очень внимательно Слышил за событиями Чехословакии Журнал там Выписывал Ну распространялся Такой Чехословакия Как например Журнал Румыния Болгария Такие Все пропагандистские Я очень внимательно За этим следил И я значит Вполне Думаю А кто его знает А может они хотят Меня тоже Послать туда И поэтому Едва Вызывали Вызывали Военный билет Показываю Все И сразу Я говорю Вот Если только Вы вздумаете Меня вызвали Хотите туда Послать То так Я говорю Поверну Оружие Против вас Я говорю Категорически Против Вторжения Так сказать Дружину Страну Оккупации Вот Я выступлю На стороне Народного Сюда Сюда Нас водили Народного Из дома На показ Фильм Я помню Сейчас Не помню В каком году Точно В 50-м Что-ли Когда вышла Тарзан Прогремела Вот Все Все 4 серии Мы смотрели В А19 Сколько Мы тогда Березок Переломали В лесу Все это Демонстрируют Родное То К чему Приучен С детства И край Болот Я Родиной Зову Мятежный Дух Оставленный В наследство Единственный Чем Знаете Я Не просто Вобрусь Как абстрактничек Какой-то Ворк Я вернулся В город Своего детства Где Я Родился Вот И мои родители Как говорится Из рода в род Видимо там жили Или поблизости В деревнях Бабушка Она из села И Конечно После Как сказать Десятков лет Отсутствия Я искал Малейшие следы Что-то Напоминающее Прошлое Какие-то Ассоциации С детством То есть Именно Те вот То что И называется Родиной Родное Близкое Во всем Старался Это как бы Увидеть Ну так Ну что Я Да вы молодцы Молодцы Под восемь Не старайтесь Тремайтесь Столько тяжкого Столько Столько Когда мордовский Лагерь Тоже Ликвидировали 15 января Уже 88 Года Нас опять Всех Погрузили В поезд И отправили В 35 Зону Последний Лагерь И постепенно Люди Освобождались Один Другой Третий Пятый И остался Я один Вопрос А брать А брат Мы так называемые Братья То братья Но они Разные И дерутся Между собой Такие вот Вещи Вот с этого Момента Вот даже С этого Когда я Столкнулся Именно После детдома С русскоязычной Средой И началась Идентификация Того Что я Чуть Чуть Мы Другие Потому что В детдоме В школе Были учебники На белорусском языке Учили Белорусский язык Такое Ощущение Как основной И всегда Где бы я ни был И в армии Везде Вот Она Теплилась Всегда Теплилась Она Не угасала Вот Эта маленькая А вот Когда я Уже Вернулся В Беларусь После первого Срока И Считайте Это В 53 76 Вернулся И тут Я вот Сразу Заметил Что Попал Немножко Как бы Не совсем В ту среду Потому что Если Вокруг Меня В детстве Окружала Своя Как бы Белорусская Культура То тут Я уже Чувствовал Большинство Все Русско Русско Вывезли Руссифицировано И вот Это Первое Когда я Проходил По Бахарова Там Какой-то Переезд Был И когда Я видел Вот это Четко Сразу Кольнуло А тем более Усугубленное Тем Что я Еще В заключении Был То Сразу Такое Резкое Противостояние Власти Существует Что 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 Гады Даже Вот Здесь Вы Нас Ущемляете Даже В том Что Хотите Даже Лишить Языка Своего Неужели Неужели Ушли Идеалы За которые Гибли Отцы Неужели Придумали Мало И философы И мудрецы Неужели Величье Искусство Нас Не может От зла Уберечь Неужели Опошлили Чувства Хамство И Канцелярская Речь Неужели Нет Смысла В Прозренье И Прозревшие Сходят С ума И Дается Им Всем Невезенье И Тоска И Печаль Задарма Неужели Грехи Беспощадны К тем Кто Истинным Словом Грешит Разразиться Быбаранью Площадной Только Габарани Душа Не Лежит Неужели Уходим От Бога И Уходом Приход